В Сочи стали готовить не только олимпийские резервы, но и параолимпийские. Сегодня на курорте, благодаря безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями, есть все условия как для полноценной жизни, так и для занятий спортом. Проявить свое мастерство и главное преодолеть недуг приехали ребята со всей страны. Республика Карелия, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Архангельская, Амурская, Челябинская, Московская области. Свою команду представляет и Краснодарский край. Участники летней спартакиады не просто дети-инвалиды, это спортсмены. Главная цель которых – попасть на пьедестал почета. Врут, если говорят, что у спортсменов нет цели победить. Приезжают всегда за победой. Участие, ну, само собой, если мы сюда приехали, мы уже участвуем. А победу, ну, конечно, ее все хотят. Вот, поэтому победить – это важно. Спартакиада детей с поражением опорно-двигательного аппарата – важное событие для паралимпийского движения, отмечает и вице-президент паралимпийского комитета, 13-кратная паралимпийская чемпионка Римма Баталова. Королева легкой атлетики, как ее называют коллеги, специально приехала в Сочи, чтобы поддержать юных спортсменов. Так приятно, что Олимпийская столица принимает наших детей. И они видели наши дети, как проходили паралимпийские игры. И, конечно, для них это, знаете, подъем. Если мы не будем проводить такие соревнования, они не увидят стимула. А этот стимул в нашей жизни это очень много значит. И для наших детишек тем более. Всероссийская летняя спартакиада детей инвалидов проводилась в разных регионах страны. Теперь, в том числе и благодаря зимним играм, добралась до Сочи, где спорт последние годы развивается олимпийскими темпами. Благодаря сегодня главе города Сочи Анатолию Николаевичу Пахомову, данная спартакиада состоялась второй раз в городе. И, конечно, сегодня стоит задача развивать спорт, развивать здоровый образ жизни, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Эту спартакиаду мы планируем проводить и на следующий год, и каждый год в дальнейшем. Для организаторов главное – помочь ребятам найти себя. Поэтому и видов спорта в программе спартакиады немало. В течение трех дней спортсмены примут участие в соревнованиях по легкой атлетике и спортивному ориентированию, шахматам, шашкам, армспорту, пауэрлифтингу, настольному теннису и дартсу. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.